Последний звонок прозвенел для школьников Школа – это мой, наверное, второй дом, который меня воспитала, который вложил в меня столько сил, чтобы жить лучше, красивее и достойнее. Мне очень грустно, на самом деле, расставаться со школой. Я привыкла к этим стенам, к доскам, к учителям, которые стали для меня как мамы. Стадион «Спартак» на один вечер превратился в музыкальную площадку. Для остинских выпускников с праздничным концертом выступили звезды российской эстрады «Джиган» и «Файвста Фэмили». Они поздравили бывших школьников с последним звонком и пожелали успехов в дальнейшем этапе. Для выпускников прозвучали лучшие композиции популярных исполнителей. Зрители в долгу не остались. Они наградили музыкантов радушным приемом и искренними эмоциями. Мы желаем всем выпускникам найти свое место в этой жизни, правильное, самое лучшее для вас, друзья. Ну и как следует подготовиться к новому учебному этапу, провести это лето с пользой, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы было что вспомнить, было о чем умолчать. Прямо как на картошку отправлять. Открытый турнир по мини-гольфу Владикавказ Open 2014 состоялся в Северной Осетии. Соревнования проводились в рамках Кубка России и собрали сильнейших гольфистов страны. На два дня 18 игровых площадок набережной реки Терек стали центром мини-гольфа России. Качество полей соответствует международному уровню. Таких площадок в стране две, в Сочи, а теперь во Владикавказе. Федерация Гольфа России надеется на долгосрочное сотрудничество и считает, что наш регион теперь имеет все шансы, чтобы стать еще одним центром развития этого вида спорта. Основная цель, это, конечно, и развитие спорта в городе Владикавказа, именно массового спорта. Мы уже видим, что десятки детей ходят, записываются в секцию. То есть цель – развитие всех видов спорта. На театральной площади Владикавказа организовали фестиваль хорового искусства. Он приурочен ко Дню славянской письменности. 1146 участников со всей республики спели под руководством известного хор-мейстера Северной Осетии Ольги Джанаевой. Ровно в полдень в прямом эфире на Красную площадь «Дети Осетии» исполнили произведения Михаила Глинки «Славься» и Александры Пахмутова «Инадежда». Владикавказ, Севастополь, Владивосток, Санкт-Петербург и Калининград. Вот города-счастливчики, которым удалось поучаствовать в столь масштабном мероприятии. Организаторами праздника выступили администрация главы правительства Северной Осетии, а также Министерство культуры республики. Выступление, подобное этому, я думаю, это только начало. Мы можем даже, если поскрести по сусекам, можно набрать даже и больше в музыкальных школах нашей республики. Я думаю, это только начало большого-большого пути в этом искусстве. В Кармадонском ущелье Северной Осетии рядом с горами природными появляются горы мусора, создаваемые руками людей. Загрязнение природы бытовыми отходами остается без должного внимания как со стороны местных жителей, так и со стороны людей, отдыхающих в этих местах. Убирать за собой мусор способен далеко не каждый. На минувших выходных молодежное крыло Российского Союза спасателей совместно с инициативной группой неравнодушных людей решила устроить небольшой субботник на излюбленном месте отдыха туристов и альпинистов. За короткий промежуток времени молодые люди собрали 30 мешков с мусором. Как оказалось, даже после такой ударной уборки мусорную свалку ликвидировать не удалось. Это верхние ванны кармадонские. Они пользуются большой популярностью с очень древних времен в Осетии. Также все, кто ходят у нас на Казбек, они останавливаются на этих ваннах. И, к сожалению, немногие люди уносят с собой мусор. И здесь скопилось просто невероятное количество мусора. И мы вот решили сделать такой небольшой субботник, собрать его. Но, к сожалению, как оказалось, тут мусора гораздо больше, чем мы ожидали. И тех мешков, которые мы принесли, нам не хватит для того, чтобы все убрать. Я думаю, в дальнейшем мы еще раз сюда придем и постараемся еще все собрать.